Сегодня мы с вами продолжим обсуждать готовые модельные уроки книги Датсофрим к книге Царств, книге Малахим. И мы дошли до 13 главы. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, чтобы наступил настоящий мир, прочный мир, чтобы не было никакой больше опасности. И здесь начинает автор обсуждать царство Ейху и, соответственно, его потомков, как мы говорили, это было самое прочное из всех династий в северном государстве. До этого династии быстро менялись, и вот Ейху было обещано более долгое царство, но вот вся проблема с Ейху, что он кое-что исправил, но не все. И вот об этом будет автор сейчас говорить. Сколько всего проправил царь Ейху? Здесь Танаха обычно про почти всех царей говорит, сколько они правили, и сказано конкретно, Ейху проправил 28 лет. Это довольно длинный период времени, он был бывший генерал, и теперь он стал царем, и у него был отпущен такой длинный срок. И говорится, что в этот период времени Всевышний начал лекцот в Израиль. Что значит лекцот? Что это за слово? Он говорит, что это слово кец и коцим. Я не уверен в слово кец, если оно имеет в виду конец, или имеет в виду кац, если что противные стали евреи для Всевышнего. Всевышний стал отвергать наш народ как бы. Коцим, без сомнения, именно такую коннотацию имеет. Коцим это колючки. Что евреи стали как колючки в глазах Всевышнего. Это уже больше ста лет прошло с времени, когда отделилось Северное государство. Как мы читали, сначала это было по воле Всевышнего, это разделение. Ну, тоже за грехи людей, но, на всяком случае, могло пойти все по-другому. Это был выбор Яровама полностью отделиться. И сейчас он будет обсуждать, какие именно грехи сделал Яровам и к чему это привело в результате. Но вот теперь одно из, конечно же, общих правил, что когда проходит такой длинный период времени, больше ста лет, то уже закрепляются те грехи, которые не остановились сразу, то после ста лет это уже становится не грехом в глазах людей. Уже столько времени мы так себя ведем. С какой стати мы должны что-то менять? Знаете, если сравнить, например, сегодня реформистских евреев с теми, кто были, допустим, в самом начале движения реформизма. Сначала, когда реформизм появился, многие евреи чувствовали себя немножко неудобно. Они знали, что их родители соблюдали шаббат и другие заповеди. И не так легко им было отбросить все это. И было много, кстати, во многих странах, знаете, вот движение реформизма, например, в Венгрии, в Австро-Венгрии, там их называли неологин. Они были не такие уж и реформисты. В этом случае не такие, как сегодня уж точно. Они соблюдали многие шаббаты и другие заповеди. То есть они, реформисты, тогда делали какие-то косметические изменения немножко. Немножко там, немножко сям. Там орган поставили, например, в синагогу. Раз так делалось в церквях, им понравилась идея, что будет играть музыкальный инструмент в синагоге тоже. Но что интересно, они даже нанимали не еврея, чтобы он по субботам играл. Чтобы в субботу нельзя на музыкальном инструменте играть. Заметьте, это Равинский только запрет. Но даже это они публично не оскверняли. Они нанимали не еврея и считали, что это как бы митсва. То есть у них как бы это было похоже на халахический процесс. Они во многом, так сказать, выглядели почти кошерными. Потом постепенно-постепенно это движение превратилось в совершенно другую религию. Есть известная история про одного Равина. Он рассказывает это. Он когда-то жил в Америке, теперь в Израиле живет. Такой Рав Берл Вайн. Он большой специалист по еврейской истории. В основном книги по истории пишет. Так вот он описывает. Один из его учеников приехал из Америки, из Калифорнии. в Калифорнии и сказал, что он хочет больше узнать про иудаизм. Вот. И Ешиви в основном принимают людей, которые хотят что-то узнать, которые совсем не религиозных семей. Так он говорит, что они ходили в этой Калифорнии в кавычках синагогу, где Рабайша, да, женщина Равин, которая в Йом-Кипур, самый святой наш день, раздала листочки с молитвой какого-то индейского, да, американского индейца, идолопоклонника, который там каким-то духом молится и вызывает, да, и там, который в деревьях, по его мнению, обитает или что-то в этом роде. И она хотела, чтобы участвовали, значит, ее община в этой молитве индейцы со своим духом, потому что она вот так вот борется обычно, вот эти реформисты, они очень любят бороться там за всякие, за планету, да, за против глобального потепления, но вот она, значит, считает, что за природу, что вот этот индеец, он, так сказать, так близок был природе, он там молился каким-то духом в деревьях, поэтому она считает, что ее общине следует принять такую красивую молитву, чтобы не загрязнялась окружающая среда, чтобы мы тоже, так сказать, включились в это движение. Так этот парень, он, конечно, вообще ничего не знал про иудаизм, но он как-то подумал, что вряд ли это иудаизм. Молитва какой-то индейца сто или двести лет назад, там, когда они, с какого времени они взяли эту молитву, да, молитва индейца своим духом, какое это вообще имеет отношение к иудаизму? Ну, монотеистическая религия, которая принесла монотеизм в мир, и которая, да, очень, то есть, вообще никакого отношения не имеет. Ну, вот так вот в реформизме все теперь позволительно, то есть, все зависит от того, кто там у них рабай, что он придумал, что, да, если он хочет из Юмки-Пура сделать просто солидарность с голодающими в Африке, то можно сделать из Юмки-Пура солидарность с голодающими в Африке. Если захотят молиться духом индейским, то тоже годится, любой вариант годится, можно быть атеистом и реформистским рабаем, у них все варианты, в принципе, годятся. Разумеется, к иудаизму это не имеет вообще никакого отношения, хотя люди, большинство из них, они происходят из евреев, но иудаизм это не является их религией. Так я все это веду к тому, что, наверное, основатели реформизма не ожидали бы, что когда-нибудь это движение будет молиться индейским духом в том числе. Они говорят, что все они молятся индейским духом, у них тоже есть разные, но я просто хочу сказать, что такое тоже приемлемо в их движении. А когда Ейху вступил на престол, уже больше ста лет существовало движение, если назвать это, невозможно сравнить с реформизмом, на самом деле все равно государство гораздо ближе было к халахе, как мы еще обсудим снова, но в любом случае это уже было больше ста лет, так сказать, прецедент, что не ходят в храм и не соблюдают некоторые другие заповеди, хотя многие заповеди, похожие в северном государстве, соблюдались. И вот это то, что сейчас хочется обсудить, что именно там происходило. Позже тут один из учеников, я сразу это расскажу здесь, чтобы понятнее было, куда он ведет, что один из учеников сравнит это с очень красивой чистой квартирой, где все блестит, да, все вокруг, пыль убрали, да, полы помыли, но в нескольких местах есть, стоят кучи мусора. Вот так он сравнивает северное государство, что там было много хорошего тоже, и пророки были, и все, но при этом было вот несколько вещей, которые они просто, уже прецедент был, больше ста лет не соблюдать эти вещи. И вот это вот, эти кучи мусора, да, они совсем испортили, тем более, что со временем это стало даже хуже, тельцы тоже, чем то, с чего начиналось, в точности как в случае реформистов, как я сказал. Я не сравниваю северное государство с реформистами, северное государство гораздо ближе было к иудаизму, чем реформистам, но, по крайней мере, идея, что постепенно это портится, это тоже произошло. Итак, как говорит учитель, я уже не раз обсуждал, что изначально эти тельцы, которые Яровам постановил, да, вот эти символические быки, которые были на севере, в Дании и в другом городе, в Бетель, они имели символическое значение, они не были, не служили объектом поклонства Мамаш. Но точно мы не знаем, что там происходило, но, во всяком случае, со временем, похоже, это все испортилось, и, видимо, были люди, которым поклонялись тоже. То есть, то, что сначала было просто, как говорится, символом Бехор Шороха Дарло, что северное государство, его главное колено это Йосиф, и Яровам происходил из Йосифа. Кстати, есть каббалисты, которые считают, что Яровам мог бы стать или его сын стать Машехом Бен-Эфраемом. Если бы все пошло по плану, и они бы не ссорились с Ягудой, то могли бы как раз разделиться, как два Машеха в конце дней, один из Йосифа, другой из Ягуды. Так же могло быть тогда, но получилось все по-другому. Ну, в любом случае, символ первенца, символ Эфраема, как быка или теленка, это символ, который еще в благословении Эфраема в Торе, в конце, в главе Злота Браха. Вот, поэтому изначально это было просто символ царства Эфраема. Или еще что-то символизировало, да, есть у каббалистов объяснение, что это связано с левой стороной управления, лицо быка, да, вот в видении Хескеля. Я сейчас не буду во все это вдаваться. В любом случае, у них были свои причины, почему они сделали этих быков, но изначально это не было идолопоклонством, или, в основном случае, не с этой целью были сделаны они. Но со временем, похоже, все испортилось, и в глазах народа это возможно, что, в основном случае, среди каких-то евреев это привело к идолопоклонству тоже. Но, говорит, даже не эта самая центральная проблема, я не знаю, почему он даже не считает такой центральной, может, оно уже не так много людей поклонялись реально тельцам, но центральная проблема была в другом. В чем именно? Один ученик говорит, что Яровам сделал свой календарь. Помните, одна из вещей, которые вот сразу, как только разделились государства, наша книга Малахим описывала грехи Яровама, что он сделал не так. И один из грехов говорит, что у него праздник Сухот был восьмой месяце, вместо седьмого. Так автор объяснял от имени Мария Цхаяса, что имеется в виду, что не то, что он сдвинул сами праздники, а что он календарь имел другой. То есть, когда у него был седьмой месяц, то в Ягуде был восьмой. Поэтому пророк, который описывает с точки зрения Ягуда, которая правильная точка зрения, в смысле, что у Ягуда есть приоритет решать календарь. Кими Цион Таи Ци Тора. Это стих, который позже будет написан, Нишаяху, но в любом случае, в Сионе, в Иерусалиме, да, у них главный Сан-Хедрин сидел. И поэтому, когда они решают, добавлять месяц или не добавлять, то должны были все этому следовать. Но на севере у Яровама были свои мудрецы, и они решили, что раз у нас большинство, мы не отвечаем за решение Ягуды. Они, наоборот, будут слушаться нас. Подобное происходило не только тогда. Вот, например, позже гораздо в Талмуде описывается, как в Бавилонии и в земле Израиля был разный календарь. Ну, ненадолго, правда. Там был мудрец в Бавилонии, Хананья Бенахи Иошуа, который решил постановлять, когда добавлять месяц и тому подобное. Обычно же в Израиле должны это постановлять, но было и преследование в Израиле, и не было мудрецов, все разбежались, и он из Бавилонии, значит, решал эти вещи. Потом, когда немножко в Израиле установилась ситуация получше, и подросли новые ученики, то они увидели, что он все продолжает по-своему постановлять. И тогда они послали туда двух учеников, которые должны были его остановить, и им это удалось в результате. И тогда этот Хананья Бенахи Иошуа был великий мудрец, между прочим. Когда он понял, что происходит, он, наоборот, пытался остановить тех, кто уже получил его календарь, чтобы они следовали календарю, который в земле Израиля. Позже, похоже, ситуация произошла уже во время Гаони, между Рафсайди, Гаоном и другим мудрецом. Но там уже был вопрос про фиксированный календарь, когда Йом-Кипур. Там у них была разница тоже в один день, в какой-то год. И еще бывали случаи. Один случай описан, кстати, про Раван Гамлиэль и Раби Иошуа, в том, где описано Мишне, в Тракрате Рошана. Но там сразу же раскол был пресечен, то есть Раби Иошуа считал, что Йом-Кипур будет найден раньше, чем Раван Гамлиэль. Но Раван Гамлиэль ему сказал, приходи в свой Йом-Кипур с посохом, да, то есть сломай свой Йом-Кипур, он фактически сказал ему. То, что ты считаешь Йом-Кипуром, приходи ко мне, ломай его, чтобы показать всем, чтобы никто не слушался этого неправильного псака. Раз решили мы, что будет этот месяц начинаться на день позже, то все должны этому следовать, чтобы не было двух календарей. Ученики Раби Иошуа, допустим, празднуют Йом-Кипур в один день, а другие люди в другой день. То есть такие вещи происходили в нашей истории несколько раз, но, как правило, они довольно быстро заканчивались тем, что одна страна принимала решение другой. Раби Иошуа принял решение Раба Нгамлиэля, решение Рава Саадия Гаона в результате возымело эффект, и двух календарей больше не было, и, как я сказал, Рави Хананя, сын брата Раби Иошуа, тоже в результате послушался мудрецов Израиля и последовал их календарю. А вот здесь у Иравама не было никаких причин слушаться Ихуду, и все эти годы при Ираваме у них был свой календарь. Может быть, не каждый раз попадало, что у них в другие дни праздники, но, во всяком случае, тот случай, который описан в Танахе, когда у него были праздники на месяц позже. Ведь когда разные календари, может быть разница в день, а может быть разница в месяц, и то и другое возможно. Ведь день будет разница, если, например, свидетели увидели новую луну, и в каком-то суде их приняли, а другой суд считал, что это ошибка, или считал, что вообще не могла новая луна быть видна в это время, как в случае как раз Рабан Гамлиэля. Когда Рабан Гамлиэль посчитал, что могла быть новая луна видна, а Рабишо считал, что не могла быть видна новая луна. Да, там Рабишо на день позже у него получалось, я кажется, неправильно сказал, да, Рабишо, получается, Рюм-Кипур был на день позже, чем Рабан Гамлиэля. Он считал, что зря Рабан Гамлиэль принял свидетелей новой луны. Так вот тогда разница в один день. Ведь у нас все месяцы, они лунные, они бывают 20 дней, дни бывает 30, потому что средний период Луны примерно 29,5 дней, значит примерно половина месяцев в 20 дней, половина месяцев в 30 дней. Поэтому здесь равенство только в один день может быть. Если, допустим, приняли свидетелей в одном бедене, как Рабан Гамлеэль принял свидетелей новой Луны, а в другом бедене или другой мудрец сказал, что не могла быть Луна видна и соответственно на день позже будут все праздники. А второй вариант, это когда целый месяц добавляют. Здесь нет никакого одного правила, это сейчас у нас фиксирует календарь, а когда-то решали отхок. Каждый раз смотрели на все факторы, насколько холодный год. У нас нужно, чтобы Песах попал на весну. Но мудрецы имеют право решать, когда добавлять еще один одар, чтобы сдвинуть Ниссан на месяц, когда не добавлять. Бывает, что все как бы на границе. То есть, например, в этом году Песах попал очень поздно. Если бы на месяц раньше был Песах, то тоже это, в общем-то, весна, но еще было бы очень холодно. То есть, примерно, когда у нас был Пурим, был бы Песах. В общем-то, есть много случаев, когда решалось в зависимости от многих факторов. Насколько холодные годы, насколько рано попадет Песах, если не добавлять еще один одар. Так вот, видимо, что-то подобное произошло в северном государстве, что они добавили месяц, когда южное государство не добавило месяц. Вообще, сам Маарес Хаес считает, похоже, что они добавили еще и не тот месяц, что вместо одара они добавили Лул. Но это отдельный разговор. Что-то они сделали не так, и у них получился календарь на месяц позже. Так вот, автор говорит насчет календаря таки, и он считает, что позже объединилось снова. То есть, в этой проблеме больше не было. Он это, похоже, от Хазаль взял, что Ильиша, Ильяху, да, те пророки, которые были приняты всеми, и в южном государстве тоже их уважали. Видимо, может быть, их пригласили тоже в обсуждение, когда добавлять новые месяцы. Во всяком случае, не похоже, чтобы было диспут насчет какое время праздновать праздники, чтобы этот диспут во время Ильиша и Ильяху захоронялся. Похоже, что тогда уже все выровнялось. Вот. Может быть, именно тот факт, что поженились, породнились, да, династия северного государства южного, династия Ахава с южным государством, и поэтому больше не было проблем с календарем. Правда, во время Ильиху, наоборот, у них разошлись со всем их пути. Ильиху уже убил очередного царя Игуды, в том числе. Но, видимо, все равно как-то они календарь решали. Может быть, действительно, северное государство решило больше не играться с календарем и слушаться решения Игуды. Тут автор не объясняет, почему он так считает, но говорит, есть много доказательств, что, похоже, этой проблемы больше не было. А в чем-таки осталась самая большая проблема? По его мнению, знаете, какая? Это, кстати, меня немножко удивило. Он считает, что самая большая проблема была в том, что коины переместились, почти все коины левиты переместились в Игуду. То есть до этого специально Всевышний сделал, чтобы левиты были распространены по всему Израилю. Помните, были особые города для левитов. У каждого колена несколько городов было левитом, и левиты были как бы мудрецами Торы, раввинами тех поколений. Слово раввин еще не существовало, слово раввин более позднее. Лидеры поколения, которые знали хорошо Тору и обучали других, как само было и Сенни Леви, помните, Они будут обучать законам твоих Якова, да? То есть левиты должны были, по идее, поддерживать народ на высоком духовном уровне и обучать их Торе, чтобы все знали закон. Потому что им же платили обычную часть урожая давали, да? Майсор, десятину и тому подобное. А коинам еще разные части мяса, еще много чего. И получается, что коины левиты, из них было очень много раввинов. Действительно, очень большая часть раввинов происходила с коинов и левитов. Тем более в библейские времена. Поэтому получается, что когда Яровам постановил, что больше не является Иерусалим центром, или что изначально он не являлся, потому что не был выбран всеми коленами, то значит, теперь можно приносить жертвы на любых бамот. А на баме, на частных алтарях, или не частных, но, во всяком случае, не на главном месте выбранном, там могут не только коины служить, на баме может служить любой. Поэтому Яровам выбрал каких-то людей, видимо, лояльных ему, тех, которые ему больше нравились. Он их выбрал, чтобы они ему приносили приношения в обоих центрах, в Северном и в Центральном, да, в Бейтеле. А левиты, поняв, что они больше не нужны, их больше никто не содержит в Северном государстве, они постепенно стали перебираться на юг. И вот это считает автор самой большой проблемой, что когда нет учителей Торы, да, это привело к самому большому краху Северного государства, да, люди часто не оценивают роль раввинов, и тем не менее, раввины очень-очень много делают и очень-очень нужны нашему народу. И еще автор здесь приводит, что одна из целей еврейского народа, еврейского государства влиять на других во многом не была достигнута тем, что Северное государство уже не являлось примером хорошим для других наций. И дальше он описывает, что все-таки были великие пророки в Северном государстве, то есть много хорошего тоже было. Ну вот здесь как раз, как я уже говорил, ученик дает такое сравнение, чистый дом, в котором куча мусора еще лежат. А как Всевышний относился к еврейскому народу, спрашивает учитель, ученик говорит, что тоже кто помогал им, так сказать, в военных вещах в том числе, да, они контролировали в том числе Сирию в каких-то ситуациях, а иногда наоборот, отдавал их в руки врага. То есть получается, что еврейский народ был туда-сюда и в чем-то хорошем, в чем-то плохом, и получал, соответственно, иногда наградное наказание. Учитель говорит, вообще-то нет. Если бы это было бы, как говорит ученик, медакинэгедмеда, то, что они заслужили, то и получили, то на самом деле в доме, в котором куча мусора, нормальный человек жить не будет. Поэтому они заслуживали тогда не получать никаких привилегий, никакого успеха. В том-то и дело, что Всевышний дал им как бы фору и в каких-то ситуациях их не наказывал и давал им возможности. Как часто бывает, Всевышний долго терпив, и хотя есть концепция медакинэгедмеда, но часто это происходит очень нескоро. Наказание может прийти через много лет. В том числе на глобальном уровне целое государство, да, может быть наказано за что-то, но не сразу. Что Всевышний хотел, чтобы они раскаялись и давал им эту возможность. Понимаете, считается, по мнению большинства мудрецов, и в том числе Хазаль, что Всевышний знает будущее. Но он оперирует с нами так, как будто возможности есть. Потому что иначе, если сразу учитывать будущее, то нет никакого смысла, например, давать возможность грешнику раскаяться. Если Всевышний уже знает, что он не раскается. Это, конечно, все упирается в вопрос свободы выбора. Если Всевышний заранее знает, либо про человека, либо про целую нацию, что они не раскаются, то где же их свобода выбора? Вот. Это вопрос непростой, но, во всяком случае, он в конечном итоге сводится к тому, что знание Всевышнего, оно вне времени, и то, что для нас еще произойдет, для него уже произошло. Поэтому это не меняет свободу выбора. Мы как-то выбрали в своем, так сказать, пространство, временном континиуме, а Всевышний, это знает, потому что для него будущее и прошедшее уже открыты. Например, люди смотрели какой-то фильм, а какой-то человек имел доступ ко всей пленке и мог пойти и посмотреть, что там в конце пленки, в любой момент перемотать туда. Но все, кто в зале, для них это происходит постепенно. Так вот, мы реально создаем будущее, но это будущее уже известно тому, кто находится вне времени, кто уже там, так сказать, побывал в каком-то смысле, потому что для него нету разницы между прошедшим и будущим. Примерно так объясняют. Это, конечно, полностью тоже все равно не объясняет нам ничего, потому что мы вообще не представляем, как можно заранее знать то, что будет, как можно быть вне времени. Но это вот связано с тем, что есть много парадоксов по отношению ко Всевышнему, и Всевышние действительно не достигаем нашими мыслями. Поэтому то, что Всевышний знает будущее, это не мешает каким-то образом свободе выбора. Тора постоянно повторяет о свободе выбора. Есть, правда, Дат-Яхид, так сказать, мнение одного мудреца, Ралбага, Рабелеви Бенгершама, который считал, что на самом деле Всевышний знает все, что возможно знать, но будущее знать невозможно, и поэтому и Всевышний этого не знает, по мнению Ралбага. Там, на самом деле, сложнее все. У Ралбага вообще очень сложная философия, но, допустим, для простоты так мы это сведем, это к этому. Это недавно я читал несколько лет назад объяснение этому с точки зрения квантовой физики одного религиозного профессора Натана Эвезера. Он хочет сказать, что там мы говорим, что Всевышний всесильный. Что мы имеем в виду? Что Всевышний может сделать все, что вообще возможно сделать. Но есть вещи, которые в принципе невозможны. Например, если мы скажем, что Всевышний всесильный, может ли он сделать камень, который он потом не сможет уничтожить? Это известный парадокс по отношению к Творцу. Все его спрашивают. Всевышний может сделать все, что в принципе возможно, но не то, что логически невозможно. сделать то, что он сам потом не сможет сломать, например, это логически противоречиво. И также такие вопросы, как если Всевышний всесильный, может ли он сделать, чтобы было два Всевышних, например, Хасвиша, что-нибудь в этом роде. Вот такие вот вопросы, это просто связано с тем, что Всевышний в своем мире делает то, что он хочет. Но то, что в принципе невозможно, это не ограничивает то, что он всесильный. Он всесильный в отношении к тому, что возможно. Так хочется сказать профессору Аберезову, что то же самое в отношении знаний. Всевышний знает абсолютно все, что можно вообще знать. Но будущее, оно не существует реально, пока не произойдет. Поэтому это невозможно знать в принципе. Конечно, Всевышний может повлиять на будущее, поэтому есть многие предсказания Торы. Так как он всесильный, то он может сделать, например, что пришел Машиех, чтобы еврейский народ вернулся на свою землю. Это все Всевышний может предсказать, потому что он знает, что он добьет с этого. Но то, что связано с свободой выбора, которую Всевышний дал людям, тут, пока это не произойдет, Всевышний не может в принципе знать, по мнению профессора Везера, ну и, соответственно, как он считает, что это можно так объяснить Шидор Албак. Конечно, Албак, конечно, был философ, а не физик. Но в любом случае, хотя определенную астрономию он знал и даже что-то изобрел, он был из известных ученых еврейских. Ну, в любом случае, большинство мнений, что Всевышний знает будущее заранее, как бы это ни работало. Каким-то образом он это знает, но это не меняет нашу свободу выбора. Так вот, когда я говорю, что Всевышний хотел, чтобы Северное государство раскаялось, даже когда он знал, что это не произойдет, он все равно возможности давал. Он как бы закрывает глаза на то, что он знает про будущее, когда он оперирует с нами в настоящем, как правило, потому что иначе будет просто несправедливо, не будет никакого смысла вообще Всевышнему давать шансы. Грешник, он, например, раскается, если он знает, что все равно он не раскается. Но Всевышний оперирует так, как если бы еще неизвестно было, что произойдет. И так Тор обычно использует такой язык. Да, например, время потопа, военахэм, да, что Всевышний как бы пожалел. Он заранее знал, что так произойдет, но Тор описывает человеческим языком, что, увидев, что происходит с людьми, то Всевышний, так сказать, решил их наказать потопом. Так Тор использует такой язык. И таких примеров множество. Так вот, автор хочет сказать, похоже, что Всевышний больше делал для еврейского народа, чем буква закона была бы в такой ситуации. И в том числе были довольно длинные периоды времени, когда государство Израиль, северное государство, было в мире и в спокойствии, хотя они этого не заслуживали. Ну и в конце автор опять занимается тем, как он любит подсчитывать разные годы, да, хронологию событий. Я не буду очень сильно в это вдаваться. В двух словах, значит, здесь, как мы говорили, основные четыре царя династии Ейху, они правили порядка ста лет. Вот до этого было сто лет, три разные династии правили, а теперь еще сто лет государство Израиль, когда правили потомки Ейху и его потомки. А после этого началось уже начало конца, фактически после четвертого поколения Ейху, то есть Яровама такого был, Яровам бен Юаш, после него уже начался полный хаос и довольно скоро северное государство прекратило существование. Цари Ассирии его разбили полностью и большую часть людей увели в изгнание. Так вот, автор говорит, что не обязательно помнить все эти имена царей Израиля, тем более, что многие из них похожи на имена царей Игуды. Это тоже большой вопрос, а почему? Вот почему, например, был Йоаш, 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 о котором мы читали до этого в Игуде. Помните, тот самый, которого спасли ребенком от Аталии, что она не смогла его отравить. И потом он воцарствовал в раннем возрасте. А тут мы читаем про Йоаша, третье поколение после Йейгу. Почему такое же имя? Автор считает, что его специально так назвали, чтобы показать, что мы не собираемся к вам возвращаться к Йоуде, у нас, у Израиля есть свой Йоаш. И вообще, мы большинство, хотите, вы к нам присоединяйтесь, а не мы к вам. Так спрашивают ученик, а разве его не назвали при рождении таким образом? И учитель отвечает, ну, во-первых, может быть, ему поменяли имя, что Йоаш это было его имя, когда он зашел на престол. И еще, возможно, что да, его при рождении так назвали. Уже тогда на юге был Йоаш свой. Так на севере, когда у Йоахаза, предыдущего царя, сына Йоаш, когда у него родился Йоаш, сын, то он его назвал Йоаш, показав этим, что это наш Йоаш. Нам не нужен Йоаш с Йоуды, у нас свой Йоаш будет, следующий царь, да, первый мой ребенок, который будет царем теперь, когда я умру, да. Места мы, люди обычно знают, кто будет царем следующего, обычно это был первенец предыдущего царя. Поэтому, может быть, он его назвал при рождении сразу Йоашем. Тогда ученик предлагает, может, такие Йоаш, Йоаш, это не одно и то же, и на это отвечает, отвечает на то, что нет, они называются и Йоаш, и Йоаш. И тот, и другой иногда называются Йоаш, иногда Йоаш. Йоаш это просто с буквой Гей, так часто очень в Торе, в Танахе, да, одни и те же имена имеют иногда букву Гей, иногда не имеют. Это дополнительно, как бы, может быть, более возвышенное имя Йоаш, Йоаш. И на этом мы на сегодня закончим. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и урок наш посвящался для безопасности на земле Израиля, и чтобы наступил настоящий мир, и всем было хорошо.